короче добрейшего дня у нас решила сориентировать по дню календаря у нас сегодня 1 декабря минус 8 я думаю что замерзла едем забавную дорожку я думаю вы ее не сразу даже узнаете на сегодня очень много в том числе первопроходцы вот такой невастик на уаза мостах хендайчик первый раз с нами едет так что думаю сегодня будет месиво бека немножко опаздывает но более чем уверен что он нас догонит у него никаких проблем с этим быть не должно еще возможно будет ветер потому что у нас почему-то не приклеена мохнатка на камеру забыл забыл да хотел но забыл такие пироги готовимся стартуем и так все замерзло меня лед выдерживает но выдержит ли он машины санину ниву я думаю еще шанс есть а вот у хендейчика мне кажется шансов нет и я бы наверное поехал на его месте больше по сухому это главное поплавнее но не останавливаться опасно вот за это я не очень люблю зимний оффроу сказал они воно заехала вот он дайте с помощью лебедки выезжает очень уж коварный зимний оффроуд как раз вот этими долбанными льдинами которые проваливаются причем лед-то толстый мотор в уаза ниве кстати от нивы ну почти сдал о нас догнал стас на уазике на 35 уазик вроде бы на это что за резина 500 до ну сафари не сафари не знаете я понял на грани лед я прям видел что ему хочется сломаться тем не менее уазик он выдержал саша же поедет я уверен знаю его пыл и жар поедет в грязище но попытка была хорошая я думаю не поднимется паша иди туда ёпта но это я цитирую вот такие у нас офигевшие водители издалут штурмана чтобы им дверь закрыли на самом деле он просто уже повис там по диагонали и ему самому не справиться с этой проблемой поэтому пришлось пользоваться помощью неординарной помощью штурмана так вот здесь все четенько саш я сюда заднее колесо не пурычит вообще мы сожалению просто едем у нас не происходит абсолютно ничего грязи нет о начало что-то происходить и сразу перестала кендейчиковую блокировочку я думаю он хорошо бы поехал хотя эта машина без нас сама по себе проезжала каваши а каваши как мы знаем все далеко не самая простая трасса ооо здесь даже лед санька не выдержал оооо извиняюсь за это словосочетания косячок отсутствие блокировки как только колесо увешивают видите висит в воздухе все, машина перестает ехать я думаю здесь ему уже кроме лебёдки ничего не поможет тем временем Стас там экспериментирует впрочем как и Антон на Ниве, Стас на УАЗике видимо все-таки не рискнул, я уже думал Стас по колее поедет так третья попытка Антона газку газку тераканчик что-то как-то мне не нравится слушайте а может назад вас заберем и в другое место поедете типа сюда выглядит прикольно но я что-то как-то жалко стой стой выломаешь выломаешь назад сдай попробуй правее чуть-чуть колеса вот так да не не выламывать не надо давай назад клиренса пока хватает ему вот такой коварный лед так звенит мотор у него конечно так Да, жёстко. Уазик прибирает по следам Нивы. Ну ты сейчас упрёшься уже в бревно, нормально. Что-то то ли у Нивы очень слабая лебёдка, то ли у Хендая очень мощный зацеп днищем. Я думаю, надо подсоединить вторую. Бека сегодня выспался. И немножко припоздал. Ой. Интересно мне, что он сейчас скажет, сам забрался туда или нет. Что не делаем дальше, как бы. Мы молодцы, конечно. А, всё, вы там что-то делаете, я понял. Диагностика подвески только на выезде у фроудов ТБ. Не-не, не отпускай, не отпускай пока. Отпускай чуть-чуть. Прям цык, стоп. Отпускай. Стоп. Отпускай. Ещё отпускай. А я захоронил. Ооо. Не-не, стой, стой, вы-вы-вы-вы-вы-вы. Разбортируешься. Попробуй тянуть. Сейчас нормально тянется. У неё нет блок. Все колёса вывешены с той стороны. Что там с тюрьмсом? Нормально всё. Опускай, опускай. И ничего не делать. И мы сейчас его лебёдкой вперёд и потянем. Блин, бомб все умные, а я тут не подумал. Сразу видно, да, кто вчера пил? Кто вчера пил? Кто? Это Олег был просто. Олег. Олег, тебе большой привет от всех. Мы тут очень скучаем. Олег, Олег, не в итоге. Не в итоге. Оф-роуд без тебя уже не тот. Ну и всё такое. А мы тем временем продолжаем план банан. Главное, чтобы план банан не перерос в план, начинающийся на букву Е. Матное слово не могу говорить. План Е Лан. Ну вы поняли. Итак, Hyundai мы эвакуировали. Бека, супер трактора, супер клиренс, супер всё. Там, где Саша чуть-чуть чиркал и даже периодически присаживался, Бека даже, мне кажется, между ним, между его мостом и дном... Короче, я потерял мысль. Просто смотрите и наслаждайтесь. Саша свято верит в свой УАЗ на 35-х. Саша свято верит в свой нос, конечно. Здесь я caught ярко и обращал человеком. Саша свято разбит died. Вот чего? Гондай показывает дрифт Может сюда попробую? Так, а меня что-то все бросили Бека едет, скучает Вижу прям, что в поисках грязи Специально едет по замерзшей колее Чтобы разбить ее И чтобы Наслаждаться Грязюкой А нет, тут что-то решил подвоехать Ой, камера зависла Ну ничего, у нее бывает Обратно поехал? Да не, я что-то прогуляться хочу Спасибо Короче, хотите, топовый прикол Это носки к подогреву Пробавитесь? Я хотел сказать Ничего себе Ничего себе Носки к подогреву, короче Саня у тебя плился на землю Итак Стабилизатор Вингардиум Левиоуса Ну, вставай О! Мы починили Красную Ниву Мы отправляемся снова в бой У Сани хоть и самая легкая тачка Но он все равно бережно Объезжает ледяные колеи Зная этого, Саша сейчас будет в газку И он за это поплатился Раздатка Странно Не знаю, но вот эти два не крутятся А те два крутятся Нет Так, Саша понял, что Лебедка здесь лучший вариант Главное ее сильно не замочить Чтобы ее сильно не заморозило Антон беспроблемно Все объезжает Почему-то я чувствую, как трясется стабилизатор Не понимаю, почему Стал вибрировать Возможно, это от мороза Господи, как мне надоели Эти вечные проблемы стабилизатора Неплохой забег Хендайчику без блокировок Очень тяжко Вот заднюю блоку бы Я уверен, он прям супер бы поехал Так, ну и Бек Асан А Бек Асан что-то стоит А, наверное, ждал, пока я подойду поближе Не понимаю, почему морда не провалилась А зад провалился Но здесь он на спокойничке Санек сегодня сам себе штурман Сам себе водитель Сам себе режиссер Что, забыл, забыл? Нет, засыпел Я, кстати, понаблюдаю за Сашей Потому что вдруг у него что-то случилось Крутятся колеса только по одной стороне машины Поэтому лучше подождать И без него не уезжать Машины на самоблоках И зад, и перед Но почему-то Как-то они странно работают на снегу Мотай трос Саша первый раз на офф-проуде, на зимнем Насколько мне память не изменяет И его ждет очень серьезное разочарование Касательно мытья машины Саша первый раз на офф-проуде, на офф-проуде, на офф-проуде Какими странными слоями замерз Видимо теплело, холодало Теплело, холодало Как прикольно Тракторные колеса упираются И за счет шашечек Прям пробуют выбираться на лед По правой стороне автомобиля Это получилось Оно застревает Нет, не застревает Это мне, видимо, показалось Саша, сюда не едет Проехал чутка Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ой, Бек, я здесь глубоко Но ты меня уже, наверное, не слышишь Ну ладно Да, Бек, здесь глубоко, кстати Блин, извини Я боюсь, что он занят у тебя сегодня отлично вымытый крузак, обычно у тебя чуть-чуть грязнее перед покатушкой. Даже побеспосите, что там произошло. Ну сейчас-то оно застревает. Пробуй назад, сильнее, вроде там подосвободилось сзади. Не. А? Пахнет-пахнет, но зная Беку, кстати, почти получилось. Знаешь, что мне кажется, он вот этот лед сгребает и мостом на этот лед заезжает. Проехал чуть-чуть. И меня чуть-чуть запачкал. Предлагаю Беке вешать одну Ниву стоковую, всегда перед поездкой. Даже без водителя, а тупо просто занимаюсь. Боком. Боком, да. Ты врубаешься, знаешь, что происходит? Лед нагоняешь под мост и мостом на этот лед заскальзываешь. У тебя морда прям поднимается. Смотрите, сколько льда выгнал Бека. Блин, стоп опять начал вибрировать. Я очень надеюсь, что вам этого не будет слышно. Бека собрал перед собой очень много льда. Надо его подосвободить. Мда, какая-то жесть. Так, я погрел стаб. Вроде перестал вибрировать. Специально более сильную машину отправил сюда, потому что я знаю, что здесь очень жопно. И, возможно, для Стаса сейчас будет даже сюрприз. Просто он ехал, говорил, что ему скучно. Это, конечно, все. Я уверен, что все. Вопрос только назад или вперед? А еще, если Бека сейчас возьмет левее... Бека, отчего ты назад? А попроси Сашу последнего. Саню! Саню! Сейчас под Бекой может пройти девятилетний ребенок. О, дрифт. Что, ты решил туда заехать? Да, что же. У Вазика пока эвакуация. Стас! Ага, вот так. Вот эта штука, видите, которая не предвещает вообще никакой беды. На самом деле она предвещает беды, да еще какой. Если там не промерзла до дна, вы это сейчас увидите. А, ну Бека в нее по диагонали заехал, поэтому, в принципе, может, его это и спасет. Сломался, но у тебя жопа его проехала мимо. Вот, а теперь оно там. Я первый раз вижу, что у тебя колесо вывесилось. Надо повторить. Вернись и сделай понормальному. Жесть, какая тачка, а. Прилег прилично. Зацепок не хватает. Надо на левую сторону шипы одеть. Бек, а ты мостом чертишь. А, у тебя подкачка, да? Сейчас Бека поднимется и перестанет чертить мостом. Чит-код. Ты приподнялся, но лег машиной на правую сторону. Бека, а когда стартуешь, это нормально, что у тебя мост чуть-чуть вперед, назад, вперед, назад. Нормально, да? Да. Да. Просто вот с этой стороны вот такая неприятная ситуация. Жалко, я не успел включить камеру. Только что там мог пройти уже не 9-летний, а 12-летний мальчик. Что-то тебя раскорячило очень круто. По 18 лет в 5. По 17 плюс? На Камчатке, кстати, трактора, ну не трактора, а вообще всю резину шипуют. И трактора, и не трактора. Ну да. Так он почтает. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...